так поехали здравия алексей дружище курган валентина здравия так и сапфин тоже здравия антон колесников на эти так редко запоминаю вас попробуем запомнить вы надежный друг а друг моего друга и мой друг всем доброго времени суток галина блинова всем здравия и райских садов ганит бухтиаров всегда на месте признайтесь первого или с десятого вебинара так брат юрий здравствуй арсен привет бирмалдинов на месте привет николай так гречихина доброго вечера свинин привет и на аксёнов здравствуйте 4 заказали недавно это не вам не все книги заказали 2 электронные 2 бумажные и плюс 4 брошюры ваша работа тогда я не знаю кого поздравлять меня или вас до сих пор ни одного замечания хотя она абсолютно абсолютно это когда-то было продано как-то помимо меня большая часть книги которая называлась северный сад сотворение чудо своими руками полторы тысячи кто-то хоть бы одно это ругательство хоть бы кто-то нахмурился ни разу такого не было а потом прошла следующая книга следующая вот а восторженных отзывов полно спасибо посмотрим что аксёнов напишет так привет народ всем хорошего вечера и вам данил привет мария может быть не очень редко зима санкт-петербург могут быть но редко это вы про 40 градусов мороза но согласитесь что лично совершила величайшую ошибку величайшую никак раз снега не было и было минус восемь так викола фанатолий ниженок здравствуйте у вас прямо тут под рукой на компьютера фотографии листа чернослива если у вас есть у меня вы рассажены сливы на него столько на нем лист как лист привычный для нашей средней полосы так лист как лист то есть вы сомневаетесь такой на всех сливах иными словами я бы ее по незнанию мог спутать с нашей местной вторая костика что-то его знает лист похож на лист нашего чернослива плотный но форма средней между вишней и червяшней да уж когда покупаешь да еще многие могут быть гибридные давайте так в принципе у нас тут ой 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 пишут совсем уже писание разучились сейчас как бы делать так сейчас 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 если сходу наткнусь если сходу вот не то что нету значит у меня чернослив чижика это было 2007-2008 год если сходу найду так что не обижаться так пока абрикосы раньше сходят сливы потом кстати вот она стартовая кто не видел черенки продаю вот она стартовая здоровая так дальше вот при первой фотографии чернослива и может они тут плохо видно вот кстати дальневосточные ваши а вот чернослив идем дальше пока это убираем так ищем дальше у меня самое интересное чернослив вот такая красавица от этого черный шоу я опять забыл срезать не веточки дастик прислал мне вот когда я брал землю и раньше в общем больше 30 лет когда прислал черенок волоской красавицы чернослива и сказал следующее Валерий Константинович я вас поздравляю у вас соседи больше не будут я думаю что она заразная что ли он говорит нет нет она не заразная просто они все уморозят зависть сейчас я покажу от чего должны были на эти зависть ну это черные абрикосы видите вот эти на самом деле они оранжевые да невозможно скрестить абрикосы и черную а лучу получить черный цвет невозможно вот приехали попробуем тут вот этот чернослив причем помогал мне это делать сам торсун полутускабилу вот они листья смотрите ну в общем я обещал показать я вам показал вот он все росли а мне еще знаете в тот год при Сады Сибири видите приезжал главный редактор Садов Сибири не поверил ну ничего угостил я его на славу так может быть тут еще есть фотографии ну это пока меня зовут Сергей изучает тему природного земледелия когда я слышу тело что это тема природного земледелия это не ко мне ну ладно это потом если будет интересная тема вот видите письмо пришло а таких я за неделю получаю 10 20 30 и некоторые отбираю с вами видите а пока нас это обоих не касается так не успеваем давайте читать письма дальше письма будем читать дальше значит в общем как мог я вам показал листья именно чернослива так дальше идем а вот здесь али добрый вечер уфа приветствует мария иногда бывает минус 40 в Санкт-Петербурге но далеко не каждый год редко последний год это было 12-11 лет назад и все равно то что я приехал из Крыма прощай Вася прощай Вася Снегалев всем доброго вечера времени Лобаса всем добрый вечер Арсен нас стало больше это радует меня тоже при какой температуре воздуха нужно укрыть персик сразу ухудить полностью на самые сильные морозы или сначала укутать немного по мере увеличения мороза закрыть полностью но вы уже ответили если переодевать теперь тогда снимать и потом снова укрывать нет дело в том что знаете как вот именно утеплитель действует как термос да охлаждается но медленнее потом когда начинается вот теперь да вокруг уже тепло а потом укрытием холодно еще то есть задержка и возможно он теперь не разбудит потому что именно под укрытием теперь холоднее поняли начали спасаем от мороза а потом это укрытие спасает от вот теперь поняли поняли да а основное вот это становится понятно Викулов Валерий Костинович отправил вам видео ролик на почту если получится открыть тут же прокомментировать а если на почту а то я вот сам боюсь там чужие эти телефоны на почту сейчас поищем так сюжет не длинный чуть больше минуты может по кучу определить получится съемка начало октября все это на летке а там все таки видео видео я не включаю по одной причине сразу сбои начинаются расходятся отдельно звук и изображение если фотографии то можно было бы вот а я могу сделать так закончится этот вебинар и до следующего вебинара я могу сделать свои комментарии вот могу снять отдельный фильм бывает и за одной минуты целый фильм снимаю так можно ли по косточкам определить получится посмотрим на сегодня открывать видео не буду я положила приманку для мышей под деревья и тут же съели они птицы ее съели теперь снова класть у нас пока нет снега морозы начались под Москвой я раскладываю по бутылкам бутылкам бутылки чуть-чуть расширяю горло мыши пластичные они вот такой горло спокойно пролазил которая даже казалось бы меньше мыши меньше чем талии у мыши вот и положил прозрачное белое и вот там лежит вот такая жменька от этого отравы зерна вот и положил где рядом с дерном где они любят жить здесь верхние хатки возле самых ценных растений сделал так она же все-таки бутылка чтобы вот так вот кончиком лежала на земле чтобы мыши удобно было зайти туда вот а потом проходит несколько дней день два три я подхожу ага зерна нет а кроме мыши вроде некому тогда еще поступаю а если зерно лежит я туда думаю тут не угадал я беру переношу другое место если не трону то зерно вот так удается спасать птицы это если вы просто сыпали то их мог кто угодно съесть не только мыши так викул анатолий валерий корсенович вы не знаете деватику изданных книг броски миром последние персики приморья на юге сибири это была пятая книга не знаете о чем первые четыре хотя бы одним глазком взглянуть может нет не знаю дело то что к этому времени как какой-то человек потребовал от него прекратить со мной полностью общение это было условием его работы то есть как бы дистанцироваться вот это было условие поэтому меня его книг нет и быть не может так это в руках не держал у нас тверской губернии много землероек появилась сентября примерно по этой причине ничего не укрывать посмотрим по весне чем закончится ладно так или мельникова та самая или сергеевна которая вам моя помощница хочу фотографию вы видели членками она же вам осенью продала несколько десятков укорененных саженцев укорененных вот так что юрия сергеевна и тебе добрый вечер Викулов Анатолий Ирина Тимофеева попробуйте советник сделать сова поселиться ни одной мыши не найдете хороший совет только совет сова будет значит для нее ну вообще кто-то наверное умеет умеет А Аксену пишет я я это значит он купил у меня две электронные книги и две бумажные так Андрей ссылка на видео защите от машины полтора минуты или на ватсапе так ну что еще раз на вебинаре я ссылки не открываю начинаются проблемы вот поэтому допустим так пусть любой из вас сейчас может взять и открыть я могу открыть только на секунду а не не могу нет могу вот только на секунду вот что-то что-то делает пожалуйста давайте на этом языке вот кому надо сюда зайдет и увидит или даже скопирует вот видите вот так скопирует так ну что друзья мы шла не закончили все живы вот сегодня было много темы были интересны но лично для меня надо как-то всю страну переделывать а пока это не получается пока не получается симбиоза нас любители и науки не происходит вот у них есть свои достоинства у них есть свои возможности у нас свои как это все обвинить а вот почему лучшие люди которые даже нельзя назвать высшее образование уракалина вот вот будет савинич это самая кандидатская диссертация что никого не нужны сейчас так нельзя только по протекции но если бы только еще добивался чтобы люди знали это выдающиеся люди вот на общем фоне даже сравнить не с кем вот видите как сейчас получилось всего 23 минуты с отдыхом поговорили да а взять мне вот так вот вот так вот взять допустим сюда я могу спокойно заходить без всяких проблем вот сюда и тут у меня есть досье на савинич целиком его никогда не видели это досье вот причем он еще не полный у меня несколько досье вот видите ну что я брать тяпку идти этим самым властью научным сотрудникам это ее дача она научилась интуитивно или как но эти я еще я тогда еще не учил ее делать самбы не так не делать самбы сама а вот ее практика вот 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 а вот ее работа Матвеева научный руководитель как она это как она ей позволила заниматься абрикосами до сих пор понять не могу и теперь савинич может всю страну учить желательно парить с Сергеем Железом еще под чутким руководством Рыкалина что-то она может знать лучше Рыкалина Сергей может что-то уметь лучше Рыкалина вот но вся эта троица с таким руководителем как Рыкалин вот она обречена на успех вот эти деревья которые имеют вторую молодость а то чуть что топор вот я такую дочку бы отдал вот я такую дочку бы отдал красивую было бы это две студентки тогда она была студенткой на всю страну сказали мы хотим учиться у Железова поставлять на всю страну а потом я спрашиваю а остальные все теперь агрономами работают ответ загадайте без этого кстати видите это что это это манджурцы вот скажите мне пожалуйста вот это манджурцы они лучше крупнее выглядят чем те которые в институтском 300 лет работали а? неубиваемые абрикосы неубиваемые их можно сгноить но их невозможно вырубить все равно вылезут попробуйте ее заставить заниматься кичигинскими абрикосами но на скарте я лучше буду этим торговать по силой чем 30 лет выращивать кичигинский абрикос и уже и через это не удивишь мы с ней обнаружили границу было самое холодное дождливое лето за все годы вот результат прямо на деревьях начали портиться а раньше снимать мы не снимали потому что мы не калечили но это наш принцип нельзя ничего делать в сервисодном саду упало твое висит на дереве не твое вот гибридное дерево видите и и и и Устали? Давайте заканчивать. Ну что, Ирина Александровна, желаю успеха. Это ты уже свои абрикосы измеряешь, уже не мои. Все, друзья, на сегодня достаточно. Значит, то же самое. Сад начинается с косточки. Вот, тот самый, который уже в анекдот моих, так сказать, изложений, в анекдот превратился. Итак, Темирязевская академия, питомник Темирязевской академии. Вот, почему у вас нет своих фотографий в Матричном саду, а есть фотографии Железова. Вот, ответ. У нас почему нет? Потому что у нас урожая не было. А на вопрос, откуда же тогда вы взяли, не имея абрикосов, как можно вырастить абрикосов в саду. Это каких вершин достигли Акдеринская академия и ее выпускники, преподаватели, ученики, не имея урожая, даже чтобы сделать фотографию, выращивать саженцы. Это, вот, я еще раз говорю, напоследок, не могу остаться, все-таки мы были оскорблены братом, сыном, когда захотели, когда поняли, что это, на самом, глупости говорят, надо было как-то перевести стрелки. Вот, я вспоминаю, мой пример личный. Любой фокусник, наверное, учился вытаскивать кролика из фляпы. Ну, хоть бы один фокусник научился шляпу из кролика достать. А они смогли, не имея, даже для фотографий, не имея плодов, нет урожая, они просто все равно выращивают абрикосов. Вот это фокусники. А еще более умные написали по-другому. Но тоже была глупость. Проходили, помните? Мы взяли, и мы каждый год срезаем стеренки, и поэтому у нас не бывает плодов. Вот так вот. А тут как не режем стеренки, а плодов еще и больше. Ну, для этого мы и закончим. Итак, начинаем с хосочек, начинаем с сенков. Мой совет, ищите по всем соседям, ищите в заброшенных садах. Не теряйте год, плевайте на чем попало. Абрикосы, персики, сливы, плевайте на тертерна, на сливы, на... Ай, на эту самую, на волосы и вишню, на это самое, сами на себя, на что угодно. Вот. Только лишь бы зацепиться, только это последний год. И вы больше никогда ничего не достанете. Никогда у вас никогда не будет такого сада. А вот так что на этом позвольте проститься. До свидания, друзья. Желаю вам иметь такой же сад.